Добрый вечер! У нас карта на Новый год Зароастрийский, астрологический. В общем, на вхождение Солнца в 0 градуса Овна, 6 часов 06 по московскому. И так как это всегда лотерея, я делаю, где я нахожусь. Ну и посмотрим все отдельные, примерно страны, что сулит, что обещает. Ну, прошлый Новый год, мне карта выпала до того воинственная, что передать нельзя. Все было в Овне и в Первом доме. В этот раз, по крайней мере, концентрат не в Овне, а в Рыбах. Рыба, конечно, тоже воинственная, но Рыба не Овен. Рыба не дает мировых войн, в отличие от Овна, который готов завоевать все. Ну, будем смотреть. Рыба травит, Овен стреляет. Большое различие. Но зато тут 12 дом, мало того, что это рыба, она еще выпала в 12 доме. То есть тоже повтор в Рыбах. Тут буйство спецслужб, прослушивающих устройств и вот таких каких-то отравлений, может быть, медикаментов. Отравление через воду, химтрейлами, что угодно может быть. Потому что и там еще Сатурн в 12 доме. Знаете, очень много народу мигрирует, продолжится. Но если Россия тоже прошла, значит, другие страны побегут. Прежде всего, я думаю, побежит Европа в разные стороны. Будет разбегаться. И Солнце у нас стоит в очень плотном соединении с Нептуном. Нептун настолько сожжен и захватывает, ну, в общем, практически захватывает Меркурий. В своё соединение, но он не сожжённый. И с восходящим узлом Луны. Знаете, как это? Это обесценивание старых ценностей. Старые религии, если хотите. Старых убеждений. Вот мир меняется. Мир меняется неудержимо. Вроде у нас есть ценности. Причём, Нептун остался за Солнцем. Солнце его обошло. Это наши твёрдо устоявшиеся ценности, наши традиции. И тут они рушатся. Была такая Европа, была такая Америка. И мир крутился, как колесо. А сейчас это всё будет меняться. Но самое интересное, я подхожу. Для меня это второй дом. Кстати, на Востоке войны не должно быть. Она не перебросится. Восток довольно мирный. Это уходит в тайную грузню и в лозунги. Гораздо больше, чем в воинстве. Но тут самое интересное, это второй дом. Это дом денег и деньги, которые конкретно люди получают. И страны тоже. И у нас тут интереснейшее соединение. Юпитер в соединении с Ураном. Он довольно плотный. У него чуть больше 5 градусов. Для соединения Юпитера это очень много. Он тянет больше 10. И самое чёткое, это будет, когда он соединится, сработает. И второй дом в тельце. Вообще, это классический. Он там и должен как бы находиться. Классический. Второй дом соответствует тельцу. То есть, мировому здоровью и мировым деньгам. Но и мы все получаем с этих денег, которые черпает наше государство. И смотрите, Юпитер говорит об очень стабильном экономическом положении. А Уран разрушает полностью. То есть, это продолжение, в общем-то, того, что идёт сейчас. Где-то стремительно будут подниматься предприятия. Это хорошо для интернета, для авиапромышленности. И он с такой же лёгкостью ещё больше разваливает. Я думаю, мы в этом году увидим развал и госпредприятий. Очень многих. И в Европе, и в Америке. Всё, что было шапким. Всё, что было построено на пирамиде. Всё, что было построено на игре, с одной стороны, мах этой игры ещё больше раскрутится. И Луна в пятом доме. Это дом игры. Об этом очень чётко намекает. К тому же, она у нас ещё и стоит. Она стоит и в Альве, и в пятом доме. То есть, это дважды усиливается. Игра будет невероятной. Делайте ставки, господа. Мировая игра во что-то. Хотите войну, хотите в пандемию. Но на пандемию денег нет. Так что, те, кто боится пандемии, её не будет. Нет средств для этого маха. Просто не на что им это сделать. Если бы было побольше денег, запустили бы. Не волнуйтесь. Потому что тут 12-й дом очень выражен. Мировые пандемии очень связаны с 12-м домом. Тем более, в этом году будет шиат. Обязательно бы запустили мировую пандемию. Кстати говоря, вот спрашивали, когда была испанка, с какой звездой было связано. Шиат. А шиат я давала отдельный подробный прогноз. Запустили бы, но не хватает денег. Вот это соединение Юпитера и Сурана такие планы подорвало. Запустили бы, не волнуйтесь. Так что, вот эти банкротства. Я сегодня услышала, что Мерседес продаёт все акции в Германии. Полностью он уходит в Китай, потому что он держится на Китае. После ухода с России у него минус 2 миллиарда. В Германии у него и в Европе минус. Он пока держится на Китае. Но не знаю, будут ли покупать. Китайцы очень законопослушно им скажут не покупать марку Мерседеса. Все не будут. Я думаю, что эта компания как-то не из дыхания. Они сейчас толкают своё. Зачем кормить чужих? И в Германии понизились зарплаты на 10%. Я уж не говорю, что там обвал в Финляндии и в Восточной вообще Европе идёт. Жуткий обвал просто. Падение до 70% акцизных сборов не собирается в предприятии. То есть 70% предприятий закрыты или в убытке. Вот это продолжится стремительным потоком. А с другой стороны раскрутится мах новых каких-то предприятий. Но там уже, где они шли. То есть я в России думаю, пойдёт очень хорошо развиваться. Очень хорошо пойдут новые технологии. На это найдутся деньги. На интернет найдутся деньги. И при всём этом Юпитер предвещает всем странам деньги. И довольно большой вопрос, кто их на что потратит. Кто дальше будет вращать как-то зелёные энергии. Кстати, закрываются, сокращаются эти электромобили. И я думаю, прежде всего потому, что они стали гореть. Во-вторых, сразу говорили, они ездить не будут. Почему закрывают? Потому что нет на них покупателей и нет дешёвой электроэнергии. Так что это опять обвал. Вот вам ещё триллионы пролетевшие. Просто пролетевшие. Вначале пролетело биотопливо. Теперь электромобили пролетели. Вот это соединение Юпитера с Ураном. Было, делали, ставили ставку. Все кричали только электромобили. А сейчас их сокращают не нужно. Вложили деньги. Это очень по Урану. Тоже с биткоином может быть. Он может взлететь. Это, в общем-то, чистая игра биткоин. Он же не обеспечен ничем. Может вообще стоить ноль. Это очень характерно для Урана. Так же, как биржевые все акции. Сегодня они стоят миллионы. Завтра ноль. Я бы вам посоветовала держать деньги в чём-то реальном, чтобы вот эти скачки на вас не отразились. И вот эти дутые деньги, акции, облигации, они в одну секунду могут разориться. Кто-то станет миллионером. Обязательно. Такое соединение даёт миллионеров и даёт нищих. Но нищих он даёт, к сожалению, девяносто восемь процентов. Или девяносто девять. То есть тут нужно что-то реальные ценности. Не накапливайте уйма денег под подушкой. Но каким-то неведомым путём, я не знаю каким, при такой экономике, деньги в мир хлынут. И очень хорошо. К сожалению, лунно-солнечный трин распался. Тут уже он был до Нового года. Но тем не менее, как бы он сохраняет свой след благоприятной удачи. И сейчас я посмотрю на Москву. Москва. Тут такая интересная карта. Восходит тут Венера. Что намекает на внешнюю дипломатичность. И, в общем-то, президент Весы, это его планета. Это характерно. Но восходит тут рыбы. И рыбы будут действовать в национальных интересах. Действительно. И Венера с Сатурном. Это очень отражает, что президент Весы и другой прийти не мог. Только с такими качествами и с такими знаками. Очень чётко. Венера с Сатурном. Это управители весов, скажем так, прямые. Планеты к весам. Знаете, как мягко стелит, жёстко спать. Вот это из этой серии. И у нас в первом доме, раз, два, пять планет. Пять планет. Первый дом соответствует Овну. И две из них в реальном Овен и Рыба. Это ж надо ещё сказать, что ни за что не повторит карту предыдущего года. И очень похоже. Снова в первом доме. Знаете, это воинственный дух, который не погас. В общем, это продолжение отстаивания своих интересных, суверенных интересов и своей страны государства. И что ещё? Марс и Плутон тут в двенадцатом доме. Это планеты армии и планеты спецслужб. И они в двенадцатом. Это, в общем-то, их самое сильное место. Это очень сильные спецслужбы и тайная деятельность армии. Производство нового оружия. Юпитер с Ураном, например, тут тоже могут дать. Или какие-то новые технологии. Но для разведки тут самое сильное место. И очень многие намерения тут просто останутся неизвестными. В общем, то, что реальные планы намерения останутся за кадром. А так, такой же боевой дух на высоте. И нельзя говорить название. Это слово даже произносить. Но посмотрим на другую страну. Надеюсь, вы догадаетесь, о чём речь. Потому что её называть нельзя. Ни в коем случае. Кого называть нельзя? За кого блокирует Ютуб? Так. Ну, тут восходит Марс. И тут вообще семь планет в первом доме. Ну, тут дух боевой на высоте. Знаете, я тоже порадую, что сейчас денег нет. Они тоже появятся. Тоже Юпитер с Ураном. Деньги будут, но могут быть сразу и растрачены. И воинственный дух тут тоже ничем не погас. Марс восходит. И в первом доме, который соответствует Овну и Овен, знамя войны. И Марс, война. Тут ничего не изменится. Власть не отступит. И вот это будет продолжаться. Потому что первый дом переполнен. Очень похож на прошлый год. Невзирая ни на что, как это отстаивание своих национальных интересов. И перейдем к Берлину и Франции. А вот у Берлина такое же воинственное настроение. То, что там Писториус изрекает. Это правда. К сожалению, тут восходит. Тут и Плутон, и Марс вообще попадают в первый дом. И Плутон прямо совпадает с эсцендентом. Это желание навязать. Вопреки всему. Плутон и Марс первые планеты. Очень сильно. Но денег нет. А вот насчет денег этого плохо. Ну, правда, что-то промышленность работает. Тут второй дом заполнен. Нептун, Солнце, Меркурий. У них еще довольно стабильное положение. Но такого Юпитера нет, чтобы перенасыщенность быть. При оборотах и немецких аппетитах это не так и много. Но пока они сохраняют свой устойчивый запас. Да. Довольно ровный. Солнце, Меркурий и Нептун дают ровный доход. Но они себе уже не позволят таких больших трат. Они будут все-таки пытаться, несмотря на воинственную риторику и политику, немцы будут озабочены собственным существованием и сохранением своих финансов. И это их будет очень заботить, чтобы вернуть те времена, когда они господствовали. Я бы сказала, тут две антагонистические силы. Одни хотят повоевать, а вторые — спасти финансы. И причем это речь идет о власти. Тут Солнце, Верховная власть. Я бы сказала, тут будут пытаться спасать свои финансы, свои доходы. И всячески их удерживать. Изо всех сил. Я думаю, они переборят. Потому что деньги, они всегда побеждают. И еще глянем на Францию. Франция будет еще больше. У нее то же самое, что один кричит. Плутон и Марс попадают в первый дом войны в Козероге. Она действительно хочет воевать. А с другой стороны, у нее переполнен второй дом. Люди хотят нормально жить, хотят нормально зарабатывать. И второй дом, имущество и накопление тут переборят. Потому что Франция будет хотеть зарабатывать. У нее, кстати, для этого я удивилась. Но больше возможностей в этом году, чем у Германии. Впрочем, там расположен парижский клуб легендарный, финансовый. Так что это очень может быть даже, что у нее сейчас больше денег, чем у Германии возможности заработать. И еще у нее уран падает на вершину. Ой, слушайте, знаете, что я увидела? На Париж выпал серпентес. И уран на вершину четвертого дома. Никакой второй дом не удержит. Хоть считается, что в картах живущих людей это не работает. Но, тем не менее, мы это спрашиваем о событиях. Там что-то жуткое будет. Я бы во Францию не ехала. И уран на вершине четвертого дома. Это говорит как-то... Четвертый дом – это еще и страна. Это потрясение. У них вообще серпента стоит. В общем, никакой этот второй дом не переборет. Переборет Плутон на вершине. Я не знаю, какие-то там катаклизмы предстоят. Ну, катаклизмы предстоят. Или народные волнения и как-то разорение полным ходом. В общем, серпентес ничего хорошего не несет. Но в целом, что мне выпало вот по первой карте, что как-то каждая страна будет отстаивать свою идеологию, свои интересы до конца в этом. Году, что деньги будут в обороте и большие. Вопрос, куда их потратят. Кто-то потратит на новые самолеты, новый интернет. И этим их обезопасит. Новые технологии. Люди будут пытаться переместиться с места на место. Переехать. А кто-то их просто бездарно растратит. Но с Францией действительно что-то мрачновато. Я бы в этом году в нее не поехала, скажем так. Серпентес очень зловещий. И Плутон при восходе тоже вызывает потрясения. Так что, что там народные какие-то волнения будут, и что там идет, это продолжится и усилится. Это точно. У меня правильный был прогноз. Я смотрела на Францию, когда у нее начались в прошлом. Красный март они назвали, я сказала, два года. И так оно и есть. Это только разгорается. Страсти только накаляются. Посмотрим, что там будет. Покоя там не будет. А вот туда, восточный, там спокойнее. Спецслужб будет очень много. Там все тоже проверок. Но там гораздо спокойнее. Восточные и южные регионы, они спокойнее. Ну, я имею в виду там направление Китая, Кавказ. Вот эти более спокойные и стабильные регионы. У них не перегружен так первый дом. Уже уходит карта. Вот такой прогноз. Откуда будут деньги, я не понимаю. Сейчас, по-моему, такое разорение, но будут. Откуда это деньги всплывут? Вот, наверное, предложат олигархам. Запуская деньги, разбогатеешь. Я другого способа придумать не могу. Но поживем, увидим. Ну, вот на этом я прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...